Мне всегда было интересно, как в фильмах создают вот такого плана картинку. Я такой, типа, они это в постпродакшене, что ли, делают? Как они это делали, там, в 80-е, 90-е годы? Типа, знаете, такая дрими, типа, облачная, мечтательная картинка. На самом деле, делают это все вот это вот маленькое стеклышко, которое специально как-то называется Foggy Filter, который таким образом работает. Вот, и, допустим, если вы зажигаете какой-нибудь маленький свет, он очень прикольно, его, вот видите, вот здесь вот у меня светодиодная эта фигня висит, которую мне буквально там на днях привезли, она вот таким вот образом действует. То есть, сейчас нету этого отблеска, сейчас есть. Очень прикольная штука. Если надо будет, напишите мне в комментариях, и я как-нибудь в каком-нибудь видосе про нее расскажу. А вообще, можете у меня на влоговом канале, ссылочка на которой в описании есть, посмотреть, я про этот фильтр там рассказывал. И, кстати, у меня там сейчас идет розыгрыш глюкофона. Видосик там тоже найдете. Всем привет, с вами Лео, и вы на канале Hells Cream Academy. А сегодня мы с вами говорим и разбираемся в очень интересном упражнении, которое учит нас лучше контролировать расщепление, развивать его, и вообще понимать, как с ним работать. Потому что у многих случается затык именно на том, что ты вышел на расщепление, пытаешься его там произносить согласными звуками, какие-то слоги делать, еще что-то произносить, как-то все это видоизменять, и оно просто стоит на месте и не двигается. Как будто чугунный просто камень такой лежит, или там, знаете, как меч в камне с королем Артуром, или там молоток Тора, то есть вы просто не можете его никуда сдвинуть, он постоянно как... не поддается вообще никаким изменениям. Так вот, что же нам нужно в данном случае? Если вы научились выходить на расщепление, это не значит, что вы его полностью контролируете, потому что самая главная проблема не в том, чтобы удержать хорошо получившийся звук, а в том, чтобы на него выйти еще раз, и он получился таким же. То есть, соответственно, у вас должна быть натренирована не только возможность удержать звук, но и возможность на него всегда выйти так, чтобы он получался в любое время дня и ночи. Основная фишка здесь именно в том, чтобы выходить на звук чаще и чаще и чаще. То есть я уже говорил на тему того, что, допустим, чтобы переучиться со звука Р на звук Р, вам нужно своему мозгу объяснить, что звук Р основной, а это значит, что вы за время бодрствования, то есть вот эта кратковременная, грубо говоря, память, должны напроизносить звука Р по времени больше, чем звука Р, в принципе, чтобы ваша голова запомнила, как это работает. Ну и в результате начала воспринимать звук Р как основной. То же самое и с расщеплением. Нам не нужно делать, чтобы это был основной звук, но нам нужно научиться делать так, чтобы мы, когда пытаемся на него выйти, мы всегда выходили на хороший, нормальный, незажатый звук. Очень многие делают упражнения, и даже не то чтобы многие, все, просто 90% студентов делают выход на расщепление каким образом? Они выходят на него и такие, тяну там, пытаются утянуть его, как-то удержать, и вы знаете, что? Начинает там, что-то разваливаться, просишь его повторить, и он уже не может. Логика в том, что самое сложное и то, чему мы должны научиться, это выход на звук. Так вот упражнение, которое я вам сейчас покажу, в принципе, свойственное, и я его уже показывал, но в данном случае мы его немножко разберем по запчастям, потому что многие просили как-то сделать, типа, перезапуск всех старых видосов. И в данном случае, фактически, мы будем говорить об упражнении вот этой лягушки, именно откуда пошло вот это название. То есть мы берем звук, мы выходим на него. Это вот нам прям с головой, чтобы просто привыкнуть, как это все работает. Потому что именно вот этот вот основной выход нам и делает всю основную работу. Потому что когда вы выходите на хороший звук, его удержать несложно. А вот выйти на него, это уже проблема. Поэтому мы тренируемся в первую очередь именно таким образом. Берем штробас. То есть мы тренируем выход на одну и ту же точку, чтобы у нас прям четко-четко это получалось. И потом, для того, чтобы начать ее как-то видоизменять, мы берем, вспоминаем географию и контурные карты в седьмом классе и начинаем так выходить вот такими маленькими кусочками. Но это не основная часть упражнения. Мы должны взять, выйти на звук и точечками его пометить. Потому что многие именно так сделать не могут. Они начинают делать как вот таким вот образом. Это абсолютно неправильно. Ваша задача научиться делать это так, чтобы в этой точке не участвовало ничего. кроме воздуха и расщепления. То есть воздух, который мы используем для того, чтобы расщепление сделать. То есть фактически вы должны научиться попадать в тоненькую точечку без каких-то лишних усилий. Потому что вы в нее просто не попадете, если будете делать это как... То есть... И тут же мы начинаем по плоскости, по первой. То есть именно по горизонтали фактически. Менять гласные звуки. Берем просто обычный круг. А, О, У, И. И начинаем прям... У, А, 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 О, И. А, И, О, У. И вырабатываем таким образом контроль над гласными звуками. Потому что что будет происходить? Вы будете пытаться лицом поменять звук, а меняться он не будет. То есть это очень сильно влияет на то, как у вас удерживается точка там. В зависимости от того, что вы делаете лицом. То есть, грубо говоря, она, точечка расщепления, не должна пропадать, когда вы начинаете менять гласные звуки. То есть она как была вот там, и такая... И вы так... Меняете все это. Ничего меняться вот здесь вот не должно. Это первая плоскость. Вторая плоскость, которую мы здесь запускаем, это, естественно, изменение высоты. Которое все обычно делают каким образом? И пытаются выйти в голосовую ноту. Ну, то есть, типа, голосовую ноту опустить. Хотя мы делаем расщепление, которое не является голосовой нотой. То есть логика вся основная в том, чтобы научиться делать изменения с помощью механики голоса. То есть именно механического движения, не голосом. То есть мы... Ну, механики голоса я имею в виду то, что именно мы сам механизм перемещаем, делаем ниже и выше. То есть мы берем... Но, естественно, в первый момент не надо стараться залезть до упора вниз. Просто вот мы имеем вот такой вот маленький диапазончик. Втыкаемся в него вот так. Чуть-чуть открыли. Немножко растянули. Вот так вот. И постепенно у нас будет возможность развить этот диапазон. Это как раз тот самый момент, про который я рассказывал в понедельник в видосе про Алису White Glass. Это как раз тот самый элемент, который развивает расщепление по всему спектру ваших голосовых возможностей. То есть именно чтобы вы могли делать расщеплением те же самые позиции и звуки, какие вы можете делать голосом. То есть там можете сделать голосом там... Да, вы то же самое можете сделать... Да, то есть абсолютно идентичные скорченные рожи. То есть вы должны уметь делать и повторять позиции звуком те же, что делаете голосом. Поэтому просто берете и начинаете точечками менять его по-разному. То есть сначала вы делаете по-гласным, потом делаете по высоте. Ну а потом начинаете вот так вот рандомно все это дело менять вот так вот во все стороны точками. Вот. И естественно следующее, что нам нужно будет сделать с этими контурными картами, это обвинить их в линию. И соответственно получить вот этот вот такой, знаете, 3D шарик с кучей разных высоких, низких, непонятных звуков. Если это видео было для вас полезным, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, долбаните в колокольчик, чтобы получать оповещения о выходящих видосах и проходящих стримах. Подписывайтесь на меня в соцсетях, все ссылочки есть в описании и на патреоне. Увидимся на следующей неделе. Пока.